В Вилюйске торжественно открыли новую, современную и полностью автоматизированную котельную. Возможность построить объект появилась благодаря инвестиционной программе. Подробности далее. В рамках республиканской программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Вилюйский УЛУС вот уже третий год строит новые дома. Заложен новый микрорайон Котех. Ну а в эти дни состоялся торжественный запуск полностью автоматизированной мощной котельной в новом микрорайоне. Отпущено тепло для 108-квартирного жилого дома, открытие которого будет тоже в ближайшее время. И здесь, на этом квартале будет строиться еще несколько домов многоквартирных. На территории вот этого квартала планируется строительство школы на 1320 мест. Сегодня на территории, на этой территории строится больничный комплекс. И все эти объекты будут отапливать вот эта котельная. Строительство новой котельной стало возможным благодаря инвестиционной программе со финансированием из республиканского, районного и городского бюджетов. 40 миллионов – это правительство нашей республики, 20 миллионов – долевой участие. Это Вилюйский УЛУС. Ввод в эксплуатацию в срок современного объекта теплоснабжения обеспечено подрядчиком ООО «Газэлектромонтаж» в лице директора Александра Волочкова. Сейчас стоит два котла «Интророс» – это российское производство по 3,5 мегаватта. Горелки стоят, самое современное. Таких еще горелок в Якутии нет. Срок продолжения котельной в пределах 15 лет, гарантийный срок она будет работать. Регулировка автоматическая вся по температуре наружного воздуха. Значит, все зависит, стоят датчики, все зависит от того, какая температура будет на улице. Такую температуру будут подавать к жилым помещениям. В перспективе эта котельная будет еще расширяться в эту сторону, будет также котла, два котла устанавливаться. Открытие новой котельной – знаменательное событие как и для самих коммунальщиков и подрядчиков строительства, так и для жителей города Вилюйска, так как в дальнейшем эта котельная будет обеспечивать весь город очищенной водой. Анна Васильева, Иннокентий Колесов, НБК Сака, Вилюйск.